8 июня страна отметила День социальных работников. Начало праздника положил указ Петра I об открытии богоделин для помощи нищим, больным и престарелым. В наши дни большую часть людей, нуждающихся в помощи государства, составляют инвалиды и пенсионеры. Поэтому накануне профессионального праздника мы отправились в Некрасовский дом-интернат, где в трех отделениях милосердия работают полторы сотни наших земляков. В конце прошлого года завершился ремонт реабилитационного корпуса дома-интерната. На первом этаже здесь располагается административный блок и новое приемно-карантинное отделение, оборудованное по последнему слову современных санитарных требований и норм. Второй и третий этажи занимают комнаты для проживающих, кабинеты медперсонала и уютные гостиные для отдыха. Ребритационное отделение рассчитано на 57 человек. В настоящий момент оно занято полностью. Состоит из двух этажей. На втором этаже у нас размещается женское отделение, а на третьем этаже мужское отделение. Почему оно реабилитационное? Ребритационное в связи с тем, что данные наши проживающие все-таки по своим медицинским, социальным показателям отличаются немножко от других людей, которые находятся в других у нас отделениях, в других корпусах. Так как сами себя могут обслуживать, меньше требуют какого-то дополнительного за ними ухода, активно ведут себя в жизни интерната, участвуя в самодеятельности, в трудотерапии, в различных мероприятиях, которые проводит дом-интернат. Вообще зав. отделением или доктор, который трудится в отделении, он решает все проблемы, которые связаны с данным проживающим. Будь это медицинские, социальные какие-то, бытовые проблемы. Люди попадают сюда по-разному. У каждого своя трагедия, своя история и своя судьба. И в задачу сотрудников входит не только создание комфортных условий для стариков, но и умение по-человечески поддержать своих подопечных, что в русском языке называется замечательным словом «милосердие». Я бы дома так не жила. Я бы бомжиха, наверное, было бы, честно, признаться. Денег ни на что не хватало бы. А тут все, и пенсии, и заработок. Я везде езжу. У меня персонал удивительный. Ни где такого, наверное, нет. Чего не попросишь, все. Эти светлые евростены, в интернате даже униформы сотрудников подбираются под цвет интерьера. Язык не поворачивается назвать домом престарелых. Верное определение подсказала Зинаида Артемьевна Чернышева. Я скажу прямо, я живу здесь не в дом престарелых, а в очень красивый, хороший, где санаторий. Все помогают нам, все ходят около нас, как около деточек маленьких в садике. Нам очень нравится это. Одна из любимых процедур всех пациентов Алексея Васильевича – прием кислородных коктейлей и целебных чаев в фитобаре. Проживающие ежедневно приходят и получают процедуру, фитотерапию. Это отвары целебных трав, сборы и кислородотерапию. Все с удовольствием к большим приходят. Многие даже спрашивают сами без назначения врача. То есть, как бы, очень нравится, вкусно и, главное, полезно. Кроме бытовых условий, медицинской помощи и полного пансиона, сотрудники дома-интерната обеспечивают своим подопечным и культурный досуг. Здесь есть свой домовой храм, библиотека, концертный зал, мастерская и многое-многое другое. А сейчас мы с вами пришли в гости к самым главным нашим помощникам. Это семейная пара Андрюша Пятков и Марина Хорева. Они у нас юные, они очень отличаются от наших престарелых жильцов. И поэтому мы решили их выделить. И они живут в отдельной комнате, в отдельном блоке. У них здесь как однокомнатная квартира. Они у нас замечательные. Мы их все очень любим. Это дети нашего дома. Помогает все во всем. Помогает директор дома-интерната Ольга Валентина. Во всем ей обратиться по всякому вопросу. Она всегда вопрос решит. День рождения. Мы собрали стол, подарили Марине хомяка. И Маринка с хомяком, как ребенок. Среди сотрудников интерната нет случайных людей. Кадровая политика – одно из основных направлений работы руководства интерната. От курсов повышения квалификации до занятий с психологом без отрыва от производства. Медики и обслуживающий персонал должны быть готовы к любым нештатным ситуациям. Работа у них такая – социальная.